Угол между прямой и плоскостью Альфа и прямую, не лежащую на ней, прямую А, которая также не является параллельной данной плоскости, то есть пересекается с нашей плоскостью Альфа в точке А. Выберем точку В на прямой А и проведем через данную точку В перпендикуляр к плоскости Альфа. Основание перпендикуляра обозначим через С. Тогда прямая АС является проекцией прямой А на плоскость Альфа. Теорема. Угол между прямой и ее проекцией на данную плоскость является наименьшим из всех углов, которые образует данная наклонная прямая с прямыми, проведенными в этой плоскости. Рассмотрим плоскость Альфа и прямую, пересекающую данную плоскость, прямую А. Теорема говорит о том, что угол между прямой А и проекцией данной прямой Б, проекцией на плоскости Альфа, является наименьшим из всех углов между данной прямой А и всеми другими прямыми, которые лежат на данной плоскости и проходят через точку С, либо основание наклонной. Углом между наклонной и плоскостью мы называем угол между этой прямой и ее проекцией на данной плоскости. Рассмотрим плоскость Альфа и прямую А, пересекающую плоскость Альфа в точке С, и возьмем прямую Б как проекцию прямой А на плоскость Альфа. Тогда углом между прямой А и плоскостью Альфа является угол между прямыми А и Б, в нашем случае угол АСБ. Двугранным углом называется фигура в пространстве, образованной двумя полуплоскостями с общей прямой и одной из частей пространства, ограниченной этими полуплоскостями. На данном изображении вы видите двугранный угол между полуплоскостями Альфа и Бета. Альфа и Бета также называются гранями нашего двугранного угла, а прямая А называется ребром двугранного угла. Задача. Величина линейного угла двугранного угла равна 45 градусов. Мы должны найти А, Б, расстояние от точки А до второй грани нашего двугранного угла. А, Б является перпендикуляром. Рассмотрим треугольник А, Б, С. Он является прямоугольным треугольником с прямым углом Б. Гипотенуза нам известна, а также мы знаем угол АСБ. Он равен 45 градусам. А значит мы можем воспользоваться треометрической функцией, либо ввести синус 45 градусов. Синусом данного угла является отношение противолежащего катета А, Б к гипотенузе к А, С. Получаем синус 45 А, Б делить на А, С. Отсюда А, Б равно А, С внушность синус 45. А, С у нас 8, а синус 45 градусов. Корень из 2 на 2. 8 и 2 сократим. Получаем 4 корня из 2. Или Б, А, Б. Ребята, также мы могли найти и другим способом данный отрезок А, Б. Если острый угол в треугольнике, в прямоугольном треугольнике равен 45 градусам, то и другой острый угол будет равен 45 градусам, так как сумма острых углов любого прямоугольного треугольника равна 90 градусов. А значит наш прямоугольный треугольник является равнобедренным прямоугольным треугольником. Следовательно, А, Б и Б, С между собой равны. Мы могли обозначить их за Х и потерями Пифагора вычислить значение Х. Нашли бы также 4 корня из 2. Задача. Личина двугранного угла равна 37 градусам. Из точки А, лежащей в одной из граней, опущен перфендикуляр А, Б на другую грань этого двугранного угла. Видите, расстояние точки А до ребра двугранного угла, если А, Б равно 6 см. Здесь мы видим похожую задачу с предыдущей, но в данном случае дается расстояние от точки до плоскости, то есть А, Б у нас 6. Надо найти расстояние от точки до ребра двугранного угла. То есть если мы также рассмотрим прямоугольный треугольник А, Б, С с прямым углом Б, А, Б, катет А, Б нам известен, он равен 6, а также угол С равен 30 градусам. Мы должны найти гипотенузу А, С данного прямоугольного треугольника. Итак, также введем синус. Синус 30 градусов есть отношение А, Б к А, С. А, Б равен 6, а значит А, С будет равен А, Б делить на синус 30, либо 6 делить на одну вторую. Или 6 умножить на 2, получаем 12. Это значение А, С. А также мы могли воспользоваться теоремой. Катет, лежащий напротив углу 30 градусов, равен половине гипотенузы для любого прямоугольного треугольника. А значит, если напротив 30 градусов катет равен 6, тогда гипотенуза будет в 2 раза больше данного катета. 6,2 получаем также 12. Наклонная А, Б образует с плоскостью угол, равный 60 градусам. Отрезок А, С, проекция этой наклонной к данной плоскости. Видите, длину проекции, если А, Б 12 дециметров. Итак, рассмотрим данную плоскость и наклонную А, Б. Угол между наклонной и проекцией 60 градусов. Это есть угол между наклонной и плоскостью. А, Б у нас 12. Нужно найти А, С, либо длину проекции, А, Б на нашей плоскости. Итак, рассмотрим прямоугольный треугольник А, Б, С с прямым углом С. И косинусом угла А, либо косинусом 60 градусов является отношение прилежащего катета к гипотенузе, то есть А, С к А, Б. А значит, А, С равен А, Б умножить на косинус 60. А, Б у нас 12 дециметров, а косинус 60 из табличных значений треугольных функций мы получаем одну вторую. 12 умножаем на одну вторую, получаем 6. Нашли значение А, С. Или могли решить по-другому. Если острый угол А данного прямоугольного треугольника А, Б, С 60 градусов, тогда угол В, также острый угол В, он равен 30 градусам. А катет, лежащий напротив 30 градусов, равен половине гипотенузы в любом прямоугольном треугольнике. Гипотенуза нам известна 12, значит А, С будет половиной 12, либо 6. Концы отрезка А, Б длиной 8 см удалены от плоскости на расстоянии 2 см и 6 см. Найдите угол между прямой А, Б и данной плоскостью. Итак, есть плоскость, обозначим как гамма и отрезок, который не лежит на данной плоскости. Не является параллельным, так как концы удалены на 2 см и 6 см. Длина отрезка А, Б 8 см. Концы удалены означает расстояние от точек А и Б до данной плоскости. То есть А, Д и Б, С у нас 2 см и 6 см соответственно, где А, Д и Б, С являются перпендикулярными, проведенными из точек А и Б к данной плоскости гаммы. Рассмотрим трапецию А, Б, С, Д. И проведем из вершины А высоту к основанию Б, С. Получаем А, Ж. Из прямоугольника А, Ж, С, Д. А, Д и Ж, С между собой равны по 2 см. Б, С у нас 6, а значит Б, Ж равен Б, С минус Ж, С. Либо 6 минус 2, получаем 4. Нашли катет прямоугольника А, Б, Ж. Гипотенуза у нас 8. Теперь найдем угол между нашим отрезком и плоскостью. Данный угол равен углу Б, А, Ж. Этот угол обозначим за альфа и синус угла альфа и есть отношение протяжающего катета Б, Ж к гипотенузе, к А, Б. Б, Ж у нас 4, А, Б 8. Получаем синус альфа равно 4 восьмых. Либо если сократим, получим 1 вторую. Синус какого угла 1 вторая? Конечно же 30 градусов. Или было понятно сразу, что здесь угол равен 30 градусам, так как в любом прямоугольном треугольнике, если катет равен половине гипотенузы, то угол, лежащий напротив данного катета, равен 30 градусам. Точки А и Б принадлежат одной грани двухгранного угла. Из этих точек опущены перфермикуляры А, С 10 см и Б, Д 30 см на другую. грань данного двухгранного угла. А также опущены перпендикуляры А, Е равны 20 см и Б, Ф на ребро данного двугранного угла. Найдите Б, Ф. Вы видите, на рисунке изображен двугранный угол и точки А и Б принадлежат одной грани. Из данных точек мы проводим, опускаем перпендикуляры к другой грани А, С и Б, Д. А, С у нас 10 см, А, Б, Д 30 см. А также из данных точек проводим перпендикуляры к ребру двугранного угла А, Е и Б, Ф. А, Е равен 20 см. Ребята, рассмотрим углы А, Е, С и Б, Ф, Д. Данные два угла являются линейными углами нашего двугранного угла. А любые линейные углы двугранного угла равны между собой. Значит, угол А, Е, С равен углу Б, Ф, Д. Тогда рассмотрим треугольники А, Е, С и Б, Ф, Д. Они являются прямоугольными и они подобны, так как, как мы уже говорили, угол А, Е, С равен углу Б, Ф, Д. То есть по первому признаку подобия прямоугольных треугольников, а именно по острому углу, данные два прямоугольных треугольника подобны. Если они подобны, то их соответствующие стороны пропорциональны. Рассмотрим следующую пропорцию. Отношение А, Е к Б, Ф равно отношению А, С к Б, Д. А, Е и Б, Ф являются гипотенузами данных двух прямоугольных треугольников. А, С и Б, Д их катеты. Получаем отношение гипотенуза меньшего треугольника к гипотенузе большего треугольника равно отношению катетов А, С и Б, Д. И давайте подставим имеющее значение. У нас есть А, С, Б, Д и А, Е. И вычислим Б, Ф. Итак, подставили имеющее значение. 10 и 30 можем сократить. Получим 1 третью. И Б, Ф умножить на 1 равно 20 умножить на 3. То есть, Б, Ф равен 60 сантиметрам. Ребята, на этом наш урок завершен. Сегодня мы решали задачи на нахождение угла между прямой и плоскостью, а также угла между двумя плоскостями, либо двухгранного угла. Я желаю вам всем полезных знаний. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова